всем привет сегодня мы будем сшить сапожки выкройку я оставлю в описании под видео и там же оставлю табличку с размерами я буду сшить на вырост взяла 20 размер и буду вырезать детали без припусков если вы допустим берете самый последний размер там 22 он вам впритык то нужно будет еще добавить припуски где-то по сантиметру и либо на ширину лапки сапожки можете шить из любых материалов можно делать как домашний например двухслойные из трикотажа либо из плюша можно из хлопка только если вы будете шить из хлопка то сторону где хлопок нужно проклеить дополнительно флизелином чтобы она была крепче я буду шить для прогулок на улице с малышом поэтому я буду шить утеплителем из плащевки и подкладка у меня будет флисовая вы можете делать двухслойные так вырезаем детали из верхней ткани из флиса и из подкладки вот эти вот детали нас идут со сгибом складываем лицом к лицу и вырезаем таких две детали точно также у нас со сгибом вот эта деталь и следки тоже мы лицом к лицу и вырезаем точно также мы вырезаем из подкладки и из утеплителя из утеплителя принципе можно не вырезать по периметру так можно вырезать просто квадратики так потом будем пристраивать к нашей на верхней ткани и потом уже можно будет обрезать после того как мы вырезали все детали я вот таким вот образом внешнюю ткань внешние детали приколола утеплителю и теперь чтобы проще было шить мы пристрочим все детали к синтепону растрачиваем покрашку буквально пару миллиметров от края так вот все наши детали и таким же образом остальные детали после того как мы прострочили все наши детали обрезаем все лишнее и теперь можно собирать наши сапожки чтобы сапожки не спадали с ноги малыша нам нужно сделать здесь резиночку я отрезала резиночку по длине этой части отсюда вода сюда вам один край пристрачиваю здесь а второй натягиваю тут смотрите по своим предпочтениям кто-то хочет чтобы она сильно была натянута я буду где-то средняя сначала один краешек пристрачиваем здесь у нас закругление и натягиваем так как вам нравится это вот здесь и также пристрачиваем можете сразу отмерить резинку такого такой длины которые вам надо находим здесь серединку на резинке середину и середину таким образом берем булавочку и скалываем наши серединке и так чтобы у нас ровнее пристрочили теперь ставим зигзаг можно мелкий зигзаг сделать можно пошире прямой строчкой я не советую прострачить потому что резинка тогда деформируется если будет зигзагом то лучше будет растягиваться если вам кажется что слишком слабенько то лучше сделать больше натяжения я буду одевать на комбинезончик поэтому мне как раз надо такое натяжение резинки не сильная то же самое со второй нашей деталькой после того как мы сделали строчили наши детальки мы берем деталь подкладки и лицом к лицу складываем вот таким вот образом складываем и аккуратненько по периметру мы прикалываем аккуратненько распределяем и закалываем низ мы застрачивать не будем поэтому можно его в принципе и не закалывать прострачиваем на ширину припуска я буду строчить на ширину лапки низ не застрачиваем вот так вот у нас получилось обрезаем все лишнее и вот на этих закруглениях здесь вот делаем насечки также собираем слитки слитки собираем изнаночной стороной во внутрь то есть лицо наверху и и прострачиваем по краешку либо можно прострочить зигзагом вот так вот также вот эту деталь мы прострачиваем мы здесь вот таким вот образом это вот круглая мы не прострачиваем должно получиться вот так вот и также мы подрезаем припуски немного здесь тоже мы немного подрезаем и можно сделать насечки закруглением так вот и до сих пор это вот так вот 8 Теперь нужно вывернуть стали на лицевую сторону, аккуратненько поворачиваем, расправляем уголки, скалываем вот этот низ булавочками и также прострачиваем здесь зигзагом, вот таким вот образом. Также декоративно можно еще проложить строчку вот здесь вот, где-то на ширину лапки, обычную строчку, будет красивее и крепче. То же самое и вот эти вот детали, выворачиваем. Вот таким образом и также низ мы закалываем и прострачиваем зигзагом и также можно проложить по периметру отделочную строчку, чтобы не только красивее было, чтобы не ездили вот эти слои, если вы будете делать синтепоном. Вот и приложила отделочную строчку. Теперь нам нужно вот этим вот деталям пришить липучки. Я отрезала липучку 5 сантиметров. Одну часть мы пришиваем на лицевую сторону, вторую на внутреннюю. Я буду начинать где-то от отделочной строчки, чтобы уголки были, так мне проще ориентироваться. В общем, располагайте так, как вы посчитаете нужным. Вот так вот у нас получается. То же самое и со второй нашей деталью. Красивее будет сделать так, если, например, буду тут смотреть в противоположные стороны. Теперь можно собирать наш потеночек. Берем все наши части, детали и отмечаем серединки. Здесь отмечаем верху и внизу. И здесь. Далее берем наш следок. К пяточке прикладываем вот эту вот длинную часть. Пяточка, которая у нас поуже. лицом к лицу, так, чтобы наши веточки совпадали. И скалываем булавочками. Вот таким образом. И на переднюю часть мы прикалываем также лицом к лицу вот эту детальку. Совмещаем опять же наши метки. Вот этот вот хвостик мы также накалываем вот так вот сверху на вот эту деталь с одной и со второй стороны. Так, получится вот такой вот сапожок. Чтобы было проще, я дополнительно сметала нитками. Тогда будет легче шить на машинке. И булавки не будут попадать под иглу. Прострачивать будем на ширину припуска. Я буду прострачивать на сантиметр. Потом лишнее мы по периметру все срежем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Убираем нашу наметку и подрезаем по периметру все лишнее Также после того, как мы подрезали, я советую обработать край также зигзагом, чтобы было аккуратнее Вот такой сапожок у нас получился Теперь аккуратно выворачиваем Расправляем все швы И вот такой сапожок у нас получился То же самое мы повторяем и со вторым нашим ботиночком Вот наши сапожки готовы Если вам понравилось видео, ставьте лайк Подписывайтесь, если не подписались И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео До встречи!